Чуваки, выходите, вы посмотрите по сторонам, вы чё, на шаре живёте, что ли? Вы живёте на плоскости. Несколько лет назад, когда открылись очередные окна Вертона по поводу плоской земли, сперва меня это просто позабавило, но последний год эта зараза настолько коррозировала мозг холмообразным, что стала ясно, эпидемия на самом деле фатальна. Даже меня эти зомби-апокалипсо стали домогаться. Пробежавшись по ресурсам плоскомозглых, мне было очевидно, что генераторами подобного маразма обычно являются беспринципные хитрозадые недоросли. С изначально трофирной совестью, которые, используя низкопробный максимализм пустынных голов, решили собрать себе в паству стадо баранов, чтобы с них не сильно напрягаясь стричь бабло. Сидишь себя так за компом и строчишь всякую чусь про плоскости. Ну, а дегенераты подтянутся, накидывая миллионные просмотры. Чем не развлекуха в стенах дурдома? Конечно, смешон уровень детсада пропадающих самолет, и особенно комично смотрятся потуги аборигенов сильную оптику, искать объекты на сотни километров, выдавая желаемое за действительное. Разносят слухи про край Земли, огромный купол над нами, через который никому не проникнуть. На месте миллиардов звезд установлены осветительные приборы, которые иногда сваливаются на Землю. Но тупость доказательств движения Солнца и Луны, причем они, конечно, не круглые, а просто диски, вообще пробивает любое дно шизофрении. И снова опять никаких реальных доказательств, каким образом они летают у нас над головами, кто меняет прожекторы и другие декорации. Вероятно, тоже держа племя доставляют самое детсадовское мышление, когда эти атрофированные не могут понять, почему космический корабль движется со скоростью несколько километров в секунду, а все находящееся внутри корабля никак на это не реагируют. Так и хочется спросить, родной, кто тебя родил? Какая химера? То есть у них вместо мозга просто некий десно пустой качан, рыбий глаз при съемках видео. В общем, создается искусственный виртуальный мир маразма в головах планктона. Ведь если серого вещества нет, то надо же хоть чем-то заполнить пустое пространство. Я вам показал, как тарелки настраиваются на спутники как бы в 3D виде. Вероятно, получилось довольно вычурно, но для тех, кто мыслит в плоском формате, хотя о чем это я, какое мыслит? Просто воспринимает мир как плоскость. Так вот, для воспринимающих плоскости я вам покажу еще вариант с колокольни вашего восприятия. Нет, шарик сплющивать я не буду. Просто берем земной шарик и вырезаем 1 градус, пусть будет 37 градусов восточной долготы, где расположена Москва. В итоге получаем вот такую дольку в 1 градус. Вот я вам в прошлый раз показывал на этом примере полусферы. Вот здесь Москва, здесь нахожусь я, здесь Мурманск, Байкал и так далее. И вот мы отсюда это отрезаем. 1 градус. Вот так. Но полностью. Получаем вот такой блинчик. Но восприятие, так как у нас есть ребята плоские совсем, вот мы берем эту сферу и разворачиваем вот так. И вырезанную плоскость кладем на поверхность. И теперь у нас вот это вот, весь блин это 37 градусов восточной долготы. Вот здесь у нас проходит экватор. Теперь он здесь. И если в прошлый раз экватор был распластан по поверхности, и спутники были по периметру, то сейчас экватор просто как тонкая линия вверх и вниз. Дальше я провожу воображаемую линию. Вот здесь у нас 56 градусов с северной широты, это Москва. 69 градусов это Мурманск. Между ними около полутора тысяч километров. Вот здесь вот у нас 80 градусов. Но это конечно 90 градусов северный полюс. И вот от 80 градусов я провожу линию для ориентации, чтобы так было в общем более-менее видно. Так что вот этот ноль экватора у нас идет на спутник. Смотрит прямо на спутник. Ну здесь у нас получается диаметр 12,5 тысяч километров вот этого блина. А не забываем еще, что у нас есть еще поверхность этого диаметра. И если мы ее посчитаем, то получается, что длина поверхности около 40 тысяч километров. И что выходит, что от точки севера 90 градусов до 0 градусов здесь по поверхности планеты 10 тысяч километров. Ну 10 тут, 10 тут, 10 тут, по четвертям. Но если мы смотрим прямо, вот так проводим воображаемую линию прямо, то у нас конечно будет не 10 тысяч, а тысячу, ну 8 пускай. Вот опять. Так как я говорил вам, что на экваторе, когда мы опускаемся по северной широте вниз до нуля, то находится Африка и государство Конго. Вот где-то там 0 градусов. И примерно от Москвы до Конго около 6 тысяч километров по поверхности. То есть если прямо, то около 5. Ну чуть больше. Для чего это все надо, эти вычисления? Значит вот, как я вам говорил, это у нас макет параболы. Параболической антенны. Она называется еще прямофокусная антенна. То есть вот как здесь стоит конвертор. Так он четко смотрит прямо в центр тарелки. И обратной частью смотрит прямо на спутник. И вот где бы мы ни находились, для того чтобы настроиться на определенный спутник, например, который находится здесь вот, то на нуле, где находится Конго, как я вам уже говорил, тарелка будет смотреть ровно прямо. И вот у нас экватор, по которому находится по периметру спутники. И конечно, если нам нужен другой спутник, например, на западную сторону, то вот у нас тарелка будет смотреть вот так. Прямо она будет так, но находящиеся по периметру экватора другие спутники, она будет ловить вот так. И дальше на восток будет вот так. Но самое главное, что здесь, если мы посмотрим, оно будет находиться прямо. То есть вот если берем от центра земли до поверхности, проводим линию, то здесь будет вертикаль, то есть перпендикуляр относительно поверхности земли в данной точке. Будет строго, прямо. Теперь берем Москву и проводим здесь. Можно было бы на овсетке, но на овсетной не очень удобно это показывать. Так как это прямо фокусное, то и все видно прямо. И смотрим, что вот так-то оно находится перпендикулярно поверхности земли, вертикаль. Это у нас типа крепления к тарелке. И вот мы ставим тарелку сюда. И глядя на спутник, мы смотрим, что уже тарелка наклонена. Ведь так же вот у нас плоскость одного градуса, 37, который. И мы смотрим, что тарелка наклонилась. Вот здесь она будет прямо, а здесь она наклонилась относительно крепления для тарелки. Дальше, например, берем Мурманск, 69 градусов. Опять вот перпендикуляр относительно поверхности. Вот это у нас как бы крепление. И опять смотрим, что лукал еще больше поменялся. Теперь наклон еще больше. И если мы будем смотреть с северного полюса, 90 градусов, то, что у нас произойдет, она встанет еще ниже. Но дело в том, что ниже-то она встанет, но здесь согласно диаметру поверхности вот я провожу линию к спутнику. Тут-то его не видно, конечно, потому что места мало. Но вот этих три диаметра я все правильно сохранил. И что у нас выходит, что поставив тарелку прямо на полюсе, мы не сможем поймать спутник, потому что мешает поверхность Земли. И даже на 80 градусах, если мы посмотрим, нам все, но поверхность мешает. Ведь как-никак это я такую показал тарелку. А судя по тому, что мы будем на поверхности вот здесь, то высота будет совершенно другая. И в итоге нам поверхность Земли уже будет тут мешать. То есть вот здесь в этом районе мы уже не сможем поставить тарелку. Поэтому или здесь должен быть какой-то участок с возвышенностью или даже гора какая-то, чтобы можно было на самом верху поставить эту спутниковую тарелку, чтобы обогнуть вот эту вот выпуклость. или ставится где-то здесь спутниковая тарелка, где можно еще принять и она будет смотреть на горизонт. То есть будет ловиться по горизонту и уже ретранслятором догонять до тех ребят, которые там при минус 50-80 жарятся. Я для вас провел целую лекцию по секретам спутникового телевидения и ее приема. А теперь я вам открываю истину на основании всего ранее изложенного. Как я вам уже показал, вот этот у нас плоскость на поверхности это 37-й градус, который точно совпадает с градусом приема из Москвы на северной широте 56 градусов и согласно экваторам, на котором расположены все спутники. Так вот, как мы можем доказать, что на самом деле все это шарообразно, а не находится на плоскости. Вот этот кусочек градуса, вот мы ставим линейку, мы знаем, что здесь расстояние от Москвы до экватора, ну, там, в принципе, находится Конго, но еще Кения. Конго, оно больше для меня это опора, так как на 13 градусов я все-таки западнее от Москвы, то там больше подходит Конго, а для Москвы больше подходит Кения. Вот тут данные по картам. И вот мы кладем линейку, здесь у нас идет прямо на спутник направление, а вот здесь именно с тарелки как идет направление на этот спутник, уже относительно этой местности. и если мы замеряем здесь углы, здесь и, например, вот здесь, зная расстояние 36 тысяч километров, здесь у нас 6 тысяч километров и где-то около 38 вот по этому направлению, так как шарообразность все-таки есть, мы можем легко вычислить и подтвердить это расстояние. Вот здесь у нас тупой угол, здесь у нас острый угол, там вообще острый. И вот по этим углам мы можем вычислить точно так оно или не так. Но это одна точка. Когда что-то надо доказать, берутся множество измерений для того, чтобы доказать одну истину. Вот пожалуйста мы заходим на Мурманск, опять проводим линию, эта линия, эта линия, опять замеряем углы, суммируем, делим, перемножаем, делаем что угодно, но результат будет один и тот же. Опять 36 тысяч и здесь уже где-то 40 тысяч будет километров. Ну а здесь 7 с половиной. Опять если мы это у нас северная часть, это южная часть. Если мы сюда поставим тарелку южнее экватора, вот у нас эта тарелка уже будет смотреть на этот спутник только как бы с другой стороны. замеряем, замеряем, смотрим. Нам надо посмотреть, ну например от меня, вот, отсюда, чуть-чуть выше, пожалуйста, меряем. Направление на спутник, прикладываем линеечку, прикладываем измерение углов, получаем результат. Мы так можем протыкать весь земной шар, как с этой стороны, так и с этой стороны, так как по экватору находятся спутники по всему периметру земного шара, на расстоянии около 36 тысяч километров с любой стороны, и здесь, и с той стороны, и с этой стороны, так везде находятся спутники, которые висят и вещают на поверхность. Остается только выбрать абсолютно любые точки на земном шаре и смотреть. отсюда смотрим, отсюда смотрим, вот спутник у нас висит, посмотрели отсюда углы, замерили, посмотрели отсюда углы, замерили, отсюда замерили, отсюда замерили, и у нас будет результат. И мы можем набрать кучу точек, и мы увидим сфера, нету никакой плоскости. опять же, переходим на другую сторону по экватору. Здесь Америка, Южная Америка, тут Африка, тут Европа, Азия, Австралия и так далее. Измеряем направление и чем еще хорошо, сама тарелка, она настолько точно настраивается на спутник, что фактически буквально четверть градуса и уже сигнал сильно затухает. Поэтому точность настройки должна быть очень высокая. Это вам не телевизионная антенна или обычная радио антенна, где там плюс-минус лапоть вот где-то в это направление кинул. Ну, особо сейчас ДМВ антенны они более позиционируют поточнее. Но, тем не менее, плюс-минус туда-сюда где-то в это направление выбрал. если есть прямая видимость вообще вопросов нет. Будет идти. Но это все наземное и это в пределах несколько десятков километров. То же самое радиус, но, тем не менее, все это имеет очень большую погрешность в направлении. Здесь же точность 0,25 градуса. Чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда, чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже. Все, мы не попадаем. А нам в принципе для того, чтобы доказать, что все-таки мы находимся на шаре, достаточно и процентов 10-20, даже 30-40 процентов не имеет значения особого, потому что мы все равно увидим сферу. ладно, все, сдаюсь, уговорили, перехожу на сторону плоскозадых. Все, забываем все, что я вам тут наговорил, всякой галматии, вот у нас плоскость, это планета плоская земля, по системе плоской земли, традиционной, у нас получается так, что вот здесь северный полюс, где-то вот здесь Америка, здесь Южная Америка, вот здесь почему-то Азия, Европа, здесь Австралия, а тут Африка, но про Южный полюс я вообще не говорю, его тут раскрутили по всему диаметру, Ладно, плоская, но с диаметром, хорошо, блюдце у нас, тарелочка, некая плоскость, говорят, тут есть купол, отлично, такой подойдет, нет, а вот так, запросто, только объясните мне с этим куполом, ведь дело в том, какая фишка, вот здесь находится Южная часть Южной Америки, а вот здесь находится Австралия, если по глобусу, по шарику, ну и так, если пройтись или проплыть, потому что пройтись тяжело, ну или пролететь, хотя вопросы опять же с самолетом какие-то возникает плоскозадых, но примерно расстояние от Южной Америки, где-то вот с Южной ее части, до Австралии, ее западной части, около 10 тысяч километров, а тут, ведь мы же можем эти все континенты опять же замерить обязательно, узнать, что они там 8 тысяч километров, 10 тысяч километров, например, если взять от меня вот, до Лондона полторы тысячи километров, ну пешком, не пешком, можно на велосипеде, можно на машине, через Ла-Манш, запросто в Лондон могу попасть, полторы тысячи километров, вот от Лондона там если брать Канаду вот близлежащую точку 3,5 тысячи в общем от меня до Канады 5 тысяч километров напрямую, Москва рядом находится тысячи километров, это получается где-то тысяч 6 километров до Канады, но у плоскоземельщиков надо почему-то пахать через Северный полюс и они все время что-то заикаются про этот Северный полюс почему самолет или нет а зачем им летать на шарике на шарике вот, к примеру, я здесь нахожусь здесь Лондон а здесь Канада раз и мы дома зачем нам летать через Северный полюс если вот так вот надо но у вас же мне надо отсюда в Канаду попасть вот таким путем почему-то и мы зная континенты какие у них размеры с этим не поспоришь чем не меряй хоть линейкой хоть ходи с рулеткой ту же Африку замеряй от сих до сих и она получится столько сколько должна быть так вот Южная Америка с южной стороны и здесь Австралия посмотрите какое расстояние а ведь если континенты сложить то примерно где-то здесь должно быть около 40 тысяч километров вот это край земли ваш край земли около 40 тысяч километров значит отсюда до сюда будет сколько 1035 наверное но в живую вы замерите эти расстояния в живую не по теории плоской земли а в живую и вы увидите что там не больше 10 тысяч километров так как вот уже маленькая несвязуха теперь по поводу купола вот мы ладно накрыли купол уже говорить о том из чего он сделал кто его вообще сделал и каким образом это искусственное сооружение было создано ладно шар это может быть и природное явление о чем можно поговорить попозже а вот такая система она будет только может искусственно создана кем и с какого материальчика этот куполочек сотворили который имеет вид сферы опять же это же купол или это еще один блин на втором блине вот один блин мы уже имеем а второй блин так нет говорят купол ладно купол имеет ограничения по краям то есть своды то есть он упирается на край земли или как или висит над краем земли кто-нибудь это может рассказать нет но это все не важно важно то что если у нас купол плоский а ведь рассказывают там всякие интересные ребята что там и 50 километров до купола и 100 и 200 и 500 вот как-то уже там потихонечку традиционники как-то все-таки отбивают этот все выше выше и выше получается купол хотя когда-то вообще был 50 километров там кто что помните пытался ракетой долететь царство ему небесное или какое там у него царство ладно 500 километров купол так он какой плоский или как или сфера потому что если плоский вот 500 километров ведь у нас же это 40 тысяч 40 тысяч километров от края до края попробуйте доказать что меньше может 10 тысяч нет а как же континент здесь размещается чтобы расплостать вот это все вот здесь они хорошо размещаются все нормально с одной стороны с другой стороны периметр 40 тысяч километров 12 с половиной диаметра все как надо здесь же все расплоста один континент второй континент третий четвертый пятый все разбросано где-то минимум должно быть 40 а то может и 50 тысяч километров ладно плюс-минус лапать но ведь купол то у нас небольшой свод то есть где-то чуть-чуть буквально и все и уже у нас нету ничего или все-таки такой купол если такой вот так если он вот так расположен значит до его верхней точки вот этой точки должно быть ну где-то 20 30 40 тысяч километров так что ж мы получается попадаем в геостационарные спутники и они у нас под куполом висят все-таки нет наверное нет потому что говорят все-таки значит на меньше но если меньше и если мы сюда на гвоздик повешиваем эти все спутники которых сотни а сейчас там илон маск вообще тысячами уже пуляется но они низко летят там 300 400 500 километров это все низкоорбитальные нас интересует 36000 мы доказали я вам доказал что есть 36000 километров с какой точки шарообразность земли не замеряйте на какой спутник как ни наводите вы сюда придете к тем же градусам и к тем же замерам но как быть тут вот опять смотрим вот я говорил что вот я нахожусь тут вот Африка находится тут вот это то что Конго Кения где нулевой градус находится нулевая точка опять же где экватор объясните где тут экватор ведь я вам объяснил уже здесь все сходится все отлично все по науке до градуса до миллиметра а здесь как быть вот здесь я нахожусь вот здесь Кения замер делаем уже не совпадает но где у нас висит спутник ведь если тут Кения и как я вам уже говорил что тарелку если мы ставим здесь вот дальше по Африке то она по идее должна смотреть сюда а вот эта тарелка которая до Кении и от меня там или от Москвы или где-то вот отсюда она должна смотреть под этим углом то есть вот это смотрит сюда это смотрит сюда значит где-то здесь должен висеть спутник ну как он может тут висеть а теперь померяйте углы если у вас тут купол 500 километров пускай 1000 пускай 10 тысяч километров купол ладно поднимаем купол 10 тысяч километров делаем замеры мы попадем хоть куда-нибудь и у нас тут Америка вроде значит если у нас плоскость ничего не мешает тут-то я вам доказывал на шарообразной что вот поверхности углы горизонты что с Австралии что с Южной Америки что самой Америки мы везде должны попадать сюда на этот спутник и как-то его ловить но попробуйте поймайте так где объясните висят спутники если мы на 40 тысяч поднимем то есть вот тут 40 тысяч и купол 40 тысяч хорошо так он какой все-таки вот такой или такой купол если такой опять же у него своды есть а как расположены спутники расположите их пожалуйста так чтобы все было как я вам рассказал на примере шара вот если вы это все сможете объяснить значит я точно сдамся и пойду плоскодонщики но если нет кто-то там премию обещал какую-то за доказательство круглой земли вот если вы это опровергните если вы сможете доказать что спутники все висят там где надо ну да конечно они висят на гвоздиках я согласен на гвоздиках на шурупиках на дирижаблях я не знаю там можете фантазировать сколько угодно это ваше дело но расскажите мне физически вот физически где расположены спутники и почему по этой системе я все доказываю четко и все совпадает экватор есть спутники висят и все принимается по все вот вы считаете это детские расчеты для детишек маленьких детишек если вы взрослее хоть чуть-чуть хоть на год и некоторые хоть школу закончили может они вообще ничего не заканчивали я не знаю вот эти вот да да войдите то пожалуйста доказывайте докажете я сдамся не докажете я вас просто сотру и последнее сотни миллионов тарелок установлено по всему миру по всему в любой точке планеты вы можете увидеть тарелки везде и они все доказывают не теорию а реальность вот эта вот теория причем очень гнилая а вот это реальность и каждая тарелка стоящая на поверхности шарика это гвоздь в крышку гроба шериф Рэймонд Вуд кто ты такой тот кого-то не принимал в расчет